Здравствуйте! Сегодня на обзоре двухкамерный видеорегистратор с GPS-информатором. Если вы ищете компактное устройство с магнитным креплением, Wi-Fi-модулем, чтобы скачивать видео без помощи компьютера, CPL-фильтром, который убирает нежелательные блики, и устройство по очень доступной цене, то присмотритесь к iBox Galaxy Wi-Fi GPS Dual. В данном видео расскажу максимально подробно об этом устройстве, чтобы у вас было полное понимание, что это за гаджет. Ну что ж, давайте начнем. Регистратор продается в двух комплектациях. Со второй камерой и без нее. Выгоднее же сразу покупать со второй камерой, нежели после докупать отдельно. Так вы сэкономите 900 рублей. Открыв основную коробку, обнаружим регистратор, магнитное крепление на двухстороннем скотче, вилка с двумя USB-выходами, 3,5 метра кабеля питания, поляризационный фильтр и запасной скотч с документацией. В версии со второй камерой мы получаем ее с 6-метровым кабелем, поэтому проблем со скрытой установкой у вас точно не возникнет. Устройство выполнено из черного матового пластика. Выглядит довольно добротно. Для того, чтобы установить CPL-фильтр, нам всего лишь нужно поднести его к объективу. Дальше магнит сделает свое дело. Но не забывайте, что фильтр обязательно нужно настроить. Делается это просто. Кладем белый лист бумаги на торпеду и поворачиваем фильтр до тех пор, пока не найдем положение с минимальным засветом. По сторонам расположены клавиши управления и слот под карты памяти до 64 гигабайт. На верхней грани контактная группа, через которую и подается питание. На лицевой стороне 2-дюймовый IPS-дисплей. Порой в комментариях вижу вопросы о надежности фиксации магнитных креплений. Об этом можете не переживать. Держится основательно. Смотрите, какую тряску выдерживает и даже нет намека на то, что устройство сейчас отвалится. После подачи питания на экране увидим изображение с двух камер. Причем мы можем переключаться между ними и даже отключить экран. Но съемка продолжится с обеих камер. Зайдя в меню, нас встретит два подраздела. В первом все, что связано с видео и на нем подробно останавливаться мы не будем. Тут уверен, вопросов у вас не возникнет. А во втором разделе находится много интересных параметров. Такие, как включение Wi-Fi для подключения смартфона. Ну, к этому мы вернемся чуть-чуть попозже. Следующий параметр, который вам пригодится, это настройка отображения скорости на видеофайле. Можно включить, выключить или даже выключить после определенной скорости. Допустим, выставляем значение 80 км в час и отображение пропадает, когда скорость становится выше, когда ниже 80 км вновь появляется. Автоотключение звука GPS до заданной скорости. То есть, звуковое оповещение о камерах будет отсутствовать, но на экране будет появляться предупреждение о камерах. Включить, выключить автоприглушение оповещений. Отключение или включение GPS информатора. Точечная настройка, о каких камерах вам сигнализировать, а какие вовсе отключить. Калибровка скорости, форматирование карты памяти и сброс настроек к заводским. Тут все понятно. Вернемся к подключению Wi-Fi. После выполнения всех этих манипуляций, у нас с вами открываются возможности по настройке видеорегистратора, причем не дотрагиваясь до него. Помимо этого, мы можем и посмотреть видео, которые ранее были отсняты, и скачать их. Согласитесь, это очень удобно, особенно, к примеру, если возникла какая-то спорная ситуация на дороге, вы можете взять, скачать и передать это видео или показать его с телефона инспектору. Теперь давайте посмотрим, как происходит GPS информирование о камерах. Ну и в конце предлагаю посмотреть, как же снимает устройство днем и ночью. И в это же время я вам расскажу про основные характеристики. Процессор Geli 5401B. Матрица Galaxy Car 2053. Угол обзора основной камеры 170 градусов. А разрешение Full HD это 1920 на 1080, 30 кадров в секунду. Вторая же камера имеет угол обзора 150 градусов. А разрешение HD это 1280 на 720, 25 кадров в секунду. И степень влагозащиты этой камеры IP66. Поддержка карт памяти до 64 гигабайт. Но не покупайте ниже 10 класса. Это очень важно. Есть Wi-Fi, датчик удара, GPS GLONASS модуль с возможностью информирования о камерах в 45 странах. В устройстве нет аккумулятора. Вместо него установлен суперконденсатор, который не выходит из строя при перепадах температур. Неважно, будь то в жару или в холод. Входное напряжение от 12 до 24 вольт. Надеюсь, данное видео вам было полезно. И если это так, то поддержите комментарием и лайком. Ну а на этом у меня все. И мы с вами увидимся в следующем обзоре.